ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рослый и самый молодой. Аналитики назвали возраст таким, как много у нас зрелых городоначальников, какой возраст считается эффективным в плане управления. Для меня это в районе 40 лет. И кому больше доверяет население? Ставки выше. Казахстанским банкам рекомендовали пересмотреть проценты по депозитам. Банки вправе самостоятельно восстанавливать максимальные ставки. Насколько выгоднее будет хранить накопление в тенге? Дело о пытках. Генеральная прокуратура приглашает в Казахстан кыркейского музыканта. Ранее иностранный джазмен заявил, что за деньги участвовал в январских беспорядках, а позже отказался от этих слов. Какие новые показания в прокуратуре хотят от него получить? Убрать с прилавка в социальный сахар предлагает министр сельского хозяйства. Дешевый сладкий песок из ТАП-фонда способствует росту рыночных цен, считает чиновник. Ербул Карашукеев уверен, что жиотаж и социальные напряжения спадут, если акиматы не будут занижать цены на этот продукт. Дарина Сипова расскажет подробнее. Подобные видео, на которых люди буквально воюют за сахар, периодически снимают в разных регионах Казахстана. Борьба идет именно за песок из ТАП-фондов. Акиматы завозят сахар в торговой сети по заниженным ценам. Стоит он в районе 400 тенге за килограмм. В то время как на рынке, в магазинах у дома, его цена может доходить до 900 тенге. По мнению министра сельского хозяйства Ербул Карашукеева, заниженная акиматами себестоимость продукта провоцирует ажиотаж и социальную напряженность. Кроме того, способствует росту рыночной цены. Если не можем обеспечить всех, не нужно и продавать, говорит Карашукеев. Когда 100 тонн сахара при потребности 4 тысяч тонн на область выбрасывается по цене 430 тенге или 300 тенге, конечно же, это и не обеспечит основную часть, и создадим ажиотаж. Все другие видят этот ажиотаж и идут и сметают с полок сахар. В этой связи, наверное, надо дешевый сахар брать, брать сахар в рамках оборотной схемы, набирать какой-то полуобъем заводов, брать и по усредненной цене, допустим, 550-600 тенге реализовывать. Практически весь отечественный сахар сейчас производят из тростникового сырца. Свеклы нет, поэтому заводы недозагружены, отмечает чиновник. С мая из 20 тысяч тонн сахара, на который Минсельхоз давал квоты, трейдеры завезли только пять. Проблемы с логистикой и маршрутами. Дорожает перевозка, соответственно, растет в цене продукт. По мнению министра торговли Бахата Султанова, стоп-фонды задачи не справились. Товары неэффективно выбрасывались на рынок интервенции, которые своевременно должны были закуплены сахаром за 360, потом выпускаться условно за 370. Поэтому несвоевременно, когда выпускалось, это создавало только ажиотаж. И это один из примеров неэффективной работы стабилизационных фондов, между социальных и предпринимательских корпораций. Между тем заводы отпускают сахар по 450 тенге. По словам министра сельского хозяйства, его реальная стоимость не должна превышать 600 тенге. Чиновники обещают, что ситуация с сахаром стабилизируется к осени. В сентябре в России перестает действовать запрет на вывоз сахара. Даля Насипова, Дидар Елеов, Информбюро, Нурсунтан. А тем временем в ЖТСУской области Казахстана предлагают заменить дефицитный сахар кукурузным сиропом. Такой продукт можно добавлять не только в чай, но и использовать в производстве кондитерских изделий. Анастасия Новикова изучила вопрос. Казахстанцы за год потребляют порядка 550 тысяч тонн сахара. Половина идет на производственные цели. Сейчас в стране наблюдается дефицит этого продукта. Чтобы компенсировать недостаток сладкого песка, в ЖТСУской области предложили использовать кукурузный сироп, который производится на Крахмалопаточном заводе. Кукуруза содержит до 75% сахара. Поэтому сироп используется в пищевой промышленности и кулинарии, как загуститель и подсластитель. Таким образом, его можно использовать в качестве заменителя натурального сахара. Фермеры Тургестанской области, занимающиеся культивированием кукурузы, заинтересовались данным предложением. Говорят, это позволит увеличить пассивные площади. Сейчас из-за малого спроса стараются, наоборот, сажать меньше. И в основном на корма. Все в сельском хозяйстве, все зависит от спроса. Вот. От спроса зависит. Если год неудачный на какую-то культуру, на следующий год сокращают посадки. Если цена хорошая держится, посадки увеличивают. Кондитеры говорят, сахар можно заменить кукурузным сиропом, но не везде. Торты, булочки, джемы и крема, с дубной выпечкой и даже соусы. В эти продукты можно без риска добавить сироп. А вот, например, в песочном печенье нужен только сахар. Совые моменты не меняются, даже в некоторых случаях наоборот. Больше сохраняет в себе, да, в глазу продукты, то есть не высыхает преждевременно. Это мягче, да, вот, например, те же булочки, коржи. По словам диетолога Анастасии Печенкиной, сама кукуруза – полезный злак. А вот сироп, который из нее производят, не намного полезнее сахара. Пример этому США, где кукурузный сироп, который намного дешевле сахара, давно стали применять в производстве и быту. Но не стоит забывать, что в тех странах и процент ожирения населения тоже выше нашего. Поэтому гликемический индекс кукурузного сиропа, конечно, ниже, чем гликемический индекс обычного сахара. Это означает, что в момент пищеварения инсулина в кровь выбрасывается меньше. И кукурузный сироп разрешен даже тем людям, кто страдает сахарным диабетом. Но в нормальном количестве. Заменить сахар на сироп не получится, например, в сахаросодержащих напитках. А еще ученые склоняются к мнению, что он может привести не только к ожирению, но и к диабету. Диетолог говорит, лучше исключить сахар, и ему подобный сироп вовсе. Это намного полезнее для здоровья. Анастасия Новикова, Доран Абдиев, Абзал Турабеков, Информбюро Шамкент. В Казахстане назвали средний возраст таким в областей и городов республиканского значения. Так, согласно данным Рэнкинг КИЗ, самый взрослый Аким руководит Восточно-Казахстанской областью. А молодой Шамкентом нашему корреспонденту стало интересно, а кому больше доверяют граждане. Материал Нины Шапо. Быть Акимом региона престижно, но в то же время это большая ответственность. Среднестатистическому главе региона в Казахстане сейчас согласно исследованиям компании Рэнкинг КИЗ 52 года. Самым возрастным Акимом страны является Даниал Ахметов. Ему 68 лет. Он руководит Восточно-Казахстанской областью. А самый молодой – глава Шамкента Мурат Айтенов. Ему 40 лет и занял он это кресло два года назад в 38. После Даниала Ахметова долгое время на посту главы региона прибывают также Архимед Мухамбетов, Аким Кустанайской области и Кумар Аксакалов, глава Североказахстанского края. А вот берег Абдегалеев, напротив, в кресле Акима совсем недавно. Он возглавляет Улытаускую область всего месяц. Мы решили спросить у казахстанцев, какой, по их мнению, оптимальный возраст для главы региона. Большинство все-таки больше доверяют госслужащему с опытом. Лет до 65-70 может быть даже, потому что чем старше человек, тем у него больше опыта. Для меня это в районе 40 лет, что уже и опыт, и мышление, голова работает. Возраст – это состояние души, поэтому не надо ограничиваться цифрами. Самое главное, чтобы человек хороший, настроение оптимистичное, целеустремленное. Не надо загонять никого в рамки. Общественный деятель Сергей Жалыбин считает, что возраст все же влияет на работоспособность госслужащего. Он приводит в пример опыт конца 90-х, когда в стране пытались дать дорогу, как говорится, молодым. В частности, в Минфине. И ничего хорошего из этого не вышло. Опыт – это громаднейшее значение имеет. Когда человек понимает, руководитель, что сегодня важно, он может выделить главное в этом процессе. Или второстепенное – отсеять, мобилизоваться на решение тех или иных проблем. Заставить общество ориентироваться на решение тех или иных проблем. Теперь Акимов регионов, городов республиканского значения и столицы будут избирать. Президент будет выдвигать на этот пост не менее двух кандидатов. А депутаты Маслихата проголосуют. Каким качеством будут отдавать предпочтения молодому возрасту или опыту, можно будет судить по обновлению кадров. Нина Шапой, Елена Досова, Информбюро, Костанай. Истории болезни, анализы и данные о вакцинации до конца года казахстанцы смогут найти в своих телефонах. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и ары космической промышленности Багдад Мусин. Посещать клинику, чтобы забрать анализы, будет вовсе не обязательно, обещает чиновник. Готова ли к таким переменам наша медицина? Узнавала Полина Булова. Скоро в Казахстане каждый человек сможет получать и хранить у себя в смартфоне все анализы, рецепты от врачей, диагнозы. В стране планируют цифровизировать паспорт здоровья казахстанцев. Чтобы ему не нужно было ходить с кипой бумаг между поликлиникой, забывать их где-то или постоянно искать в талмутах бумаг. А вот все будет в смартфоне, все анализы, все похождения в поликлинику или в больницу у человека будут на смартфоне. По словам министра цифрового развития, для подобной работы уже есть база. Ведь во время пандемии уже смогли объединить лаборатории ПЦР-тестирования и создали АШИК. Сейчас предстоит похожая работа, только масштабнее. Единая база, считает министр, будет удобна и для врачей, и для пациентов. При этом эксперты говорят, что в нашей стране это не первая попытка перейти на электронное хранение данных. Только вот система к этому не готова. По словам врачей, причин, по которым цифровизация так и не работает, много. Это перебои с интернетом, отсутствие навыков работы с компьютером и ненадежность. Утечка данных приводит к недоверию народа, а постоянные сбои программы заставляют врачей дублировать информацию на бумаге. Нет прозрачной конкуренции. У нас есть свои казахстанские IT-компании, которые прекрасные программы пишут. Но нет, в принципе, в Казахстане внедряются совершенно непонятные программы. Это все, конечно, приводит к тому, что те компании, которые из нее приходят, они приходят только, чтобы заработать. Полностью завершить работу по цифровизации планируют в 2023 году. Но, по мнению Багдата Мусина, уже до конца этого года данные по анализам, история болезни, а также вакцинация будут в телефонах казахстанцев. Полина Булава, Сергей Шуиский, информбюро Алматы. Президент Казахстана ранее подверг критике систему обязательного медицинское страхование, назвав ее безрезультатной. Почему мы платим за услугу, но по факту не получаем качественного обслуживания? Обсудим эту тему с аналитиком в сфере здравоохранения Али Нургожаевым. Добрый вечер, Али. Казахстанцы недовольны ОСМС. В чем главная проблема этой системы? Я считаю, что само ОСМС в себе проблемы не таит. Скорее, проблема связана с тем, что в 2020 году начался коронавирус, пандемия, и системы здравоохранения всех стран сейчас испытывают повышенную нагрузку и требуют балансировки. Но если говорить конкретно о казахстанском случае, в первую очередь с 2014 года по 2020 следовало заняться информационными системами здравоохранения. То есть привести их в максимально детализированное и интегрированное друг с другом состояние, наполнить данными, научить страну вносить туда данные клинические, финансовые. После этого перейти к разработке методов тарифообразования и методам оплаты. После этого уже установить правильные тарифы, корректные. Это не значит, что они должны быть большие, но это значит, что они должны быть пропорциональные, правильные и прозрачные. Также второй глобальный вопрос, почему у фонда, возможно, есть некоторые проблемы, это кадровый вопрос, как всегда. За четыре года мы имеем четвертого представителя фонда. То есть людям банально не дают начать работать. Три миллиона человек не охвачены медицинским страхованием. Есть и такие, кто не совершил ни одного платежа. Как решить эту проблему? Определенные государственные органы хотят в изменении закона об СМС начать считать взносы государства на основе не средней зарплаты, а медианной заработной платы. И это сильно уменьшит взносы бюджета. Как раз в том случае эти три миллиона населения, если пересчитывать эквивалентно, они станут дополнительно три миллиона не застрахованы. Что касается тех, кто не вносит сейчас средства, то это вообще не является вопросом. фонда медицинского страхования и системы здравоохранения в целом. А как можно усовершенствовать ОСМС? Знаете, ее скорее надо не усовершенствовать, а я бы сказал оставить в покое. В том плане, что у нас любят реформировать, постоянно какие-то новшества вводятся. На самом деле, в первую очередь, надо довести до внедрения то, что уже было сделано. У фонда есть определенные методики, алгоритмы действий. И если дать несколько лет, то фонд доведет это, я так и положить, до хорошей налаженной работы, стабильной. И тогда где-то он научится контролировать поставщиков, мониторировать их деятельность. И можно ожидать, что ОСМС начнет функционировать лучше. Спасибо вам. Аналитик в сфере здравоохранения Алина Ургужаев поделился мнением об усовершенствовании ОСМС. Два вертолета сегодня с 7 утра тушили пожар на склоне в ущелье Кимасар-Валматы. Сухостой загорелся накануне, и пламя быстро распространилось. Более 100 человек направили на борьбу с возгоранием. Возникли сложности из-за особенностей горной местности. В ночное время пожарная техника туда добраться не смогла. Огнеборцы на склон поднимались пешком. Наш корреспондент Одина Смогулова тоже приняла участие в этой операции. Прямо сейчас мы находимся у подножия ущелья Кимасар, где вчера вечером произошел пожар. Более сотни пожарных до сих пор пытаются потушить его. На это им понадобилось более сотни тонн воды с помощью вертолетов. Двух задействованных они сбрасывают воду на место возгорания. И вот сейчас на наших глазах они совершают последний рейс. Спасатели говорят, что причиной возгорания стал непотушенный костер. Хотя разводить огонь на территории нацпарка строго запрещено. Однако туристы проигнорировали это правило. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Сейчас патрульные ищут виновных. Им грозит крупный штраф. Более 300 тысяч тенге. Окопали траншеи, горящие бревна распилили, закатили в траншеи, окопали все. Распространения нет, пожар локализован. Только осталось окарауливание теперь смотреть. А так все, никаких угроз нет. Окурки от сигарет, стеклянные бутыли и разведение костра. Как правило, именно небрежное поведение туристов на природе и приводит к пожарам. Но ни разъяснительные беседы, ни предупреждения не заставляют нарушителей задуматься о последствиях. Элементарные зоны отдыха, которые сейчас у нас есть для населения, в них предусмотрены места розжига. Но люди хотят уединиться, уйти дальше, глубже в лес, выше в горы. За последние только выходные более 20 гражданских привлечены к административной ответственности. Поток любителей активного отдыха вырос в три раза по сравнению с прошлым годом. Сейчас жаркая погода и пожароопасный период продлится до ноября. Нужно знать все об огне, не бояться его, а знать о нем. И не играть со спичками. Тебя папа учит? Молодец. Генеральная прокуратура Казахстана ведет переговоры о прибытии кыргызского джазмена Викрама Рузахунова для проведения следственных мероприятий. Его показания помогут антикору в досудебном расследовании в отношении правоохранительных органов по факту применения пыток. Джазмена Викрама Рузахунова задержали 7 января во время погромов, когда он направлялся в Кыргызстан. Приняв его за мародера, правоохранительные органы якобы путем пыток и давления вывели признательные показания. После освобождения гражданин Кыргызстана заявил, что оговорил себя, так как его избивали. В итоге Рузахунова признали потерпевшим и уже не в первый раз приглашают в Казахстан. Ему обещают обеспечить безопасность. На сегодняшний день по делу допрошены сотрудники департамента полиции города Алматы, Алматинской области, пограничной службы, комитета национальной безопасности и медицинские работники. Однако круг подозреваемых лиц определить не представляется возможным по ряду причин. Отсутствуют видеозаписи, журналы регистрации посетителей и доставленных лиц. Все задействованные сотрудники находились в масках, в том числе и в медицинских. Продолжаем эфир. Казахстанский фонд гарантирования депозитов повышает максимальные ставки по вкладам в тенге. Рекомендованные ставки на июле-август по несрочным депозитам увеличили на полпроцента до 14%. Срочные от 9,9% до 14,5%. По сберегательным депозитам казахстанцы смогут хранить деньги в банках с приростом до 16%. В целом повышение коснулось всей депозитной линии. Как отмечают в фонде гарантирования, рост максимальных ставок связан с увеличением базовой ставки национальным банкам. Изменения вводятся уже с сегодняшнего дня. Это поможет сохранить привлекательность тенговых депозитов и защитить их от инфляции. Максимальные ставки фонда носят лишь рекомендательный характер. Банки вправе самостоятельно устанавливать максимальные ставки в зависимости от своей депозитной политики и потребностей фондирования. Самая востребованная марка угля в Караганде подорожала за год на 17%. Люди говорят, что купить несколько тонн сразу не получается, слишком дорого. К тому же выбора большого нет. Ведь часть шахт обслуживает только Арселор Митал Симиртал. Сейчас самое время запасаться углем на зиму, но жители частного сектора Караганды тянут. Причина в том, что покупка с каждым годом все дороже. Больше всего ценят уголь РАПИД, но он стоит уже 20 тысяч тенге за тонну. И это без стоимости доставки. В прошлом году он был 17 тысяч. Алмаз Успанов говорит, что даже имея собственный грузовик, ему уголь на зиму обойдется в 200 тысяч тенге. Все дорого. Будем брать, что делать, куда деваться. Сейчас вот один РАПИД только население отпускает. В очереди стоим 10-7 дней за хорошим углем. В Караганде запасов угля на 100 лет вперед. Он прямо у нас под ногами. Весь Казахстан уверен, что у карагандинцев проблем с углем точно нет. В городе 10 шахт, но на самом деле 9 из них уголь населению не продают, а 10 покрывает лишь 2% потребности. На шахте РАПИД той самой единственной подорожане объясняют тем, что сейчас им приходится уголь доставлять под землей по выработкам за 5 километров. Выросли цены и на оборудование, а оно все импортное. Цена горнопроходящего комбайна ГПКС с 2018 по 2022 год повысилась на 50%. На 6% повысилась цена электроэнергии. На 40% фонд заработной платы по отношению к первому полугодию прошлого года. Цена угля выросла на 17%. Уголь для населения по 20 тысяч мы продаем практически по себестоимости. Арселор Метал Тимиртау досталось 15 шахт Карагандинского угольного бассейна, но из них сегодня оставили только 8. Остальные закрыли. Теперь уверяют, что их уголь для населения не подходит. Добывают только коксующийся. Весь он идет на собственные нужды для металлургического комбината. Небольшая часть идет для отопления в Саране Тимиртау. Коксующийся уголь применяется для доменной плавки, подлежит переработке в угольный концентрат и кокс. Он имеет большую изольность, порядка от 40 до 60%. И в основном он используется для нужд предприятия. В итоге карагандинцам остается покупать только уголь с открытых карьеров. Везут издалека. Самый дешевый – 10 тысяч 500 за тонну. Цена Шубаркольского не изменилась – 11 500. На тупиках уверяют, что очередей пока нет. Правда, иногда поставки задерживаются. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Сезон той в Казахстане в разгаре. Несмотря на удорожание услуг и продуктов, наши граждане не собираются отказываться от торжеств. Рестораторы Шимкента говорят, что график расписан до ноября. Вот только праздники стали чуть скромнее. Анастасия Новикова продолжит тему. Получив предложение руки и сердца, Мольдер и Бадулаева начала готовиться к свадьбе. Первым делом решила выбрать ресторан. Говорит, обзвонила десятки заведений. Правда, оказалось, что очередь в них расписана вплоть до ноября. Невесте с трудом, но все же удалось найти Туйхану. Сейчас все даты заняты. Возможно, потому что летом дешевле проводить свадьбу. Свежие овощи, фрукты стоят не так дорого, но на даты к концу осени и на зиму чек дороже. В некоторых график расписан до ноября. Даже одного свободного дня нет. Ресториаторы говорят, свадьбы, тусовки серкс, узату и другие торжества, какие проводили до карантина, с таким размахом сейчас уже не делают. Если раньше молодожены, например, приглашали дизайнеров, оформителей, устанавливали фотозону, то сейчас устраивают торжества поскромнее. Да и гостей на праздниках стало меньше. Собиралось до трехсот человек, а после карантина уже люди, я не знаю, может экономят, может нет. Максимум это 120 человек свадьба. Возможно, люди привыкли уже делать в узком кругу, в семейном кругу вот эти мероприятия. Три дня назад была свадьба, всего лишь 25 человек. Средний чек на одного человека в Шумгенте – 5-6 тысяч тенге. Из-за подорожавших продуктов поднялись и цены в ресторанах. Возможно, поэтому гостей на торжествах стало меньше. А может, казахстанцы не хотят влезать в долги, потому что боятся с ними не расплатиться. Ведь, пожалуй, самая главная традиция любого торжества – кредит на него. Депутат Тури Аем Султанова считает, пышные торжества в кредит должны кануть в лету. Ну, если ты только закончил, допустим, учебное заведение, или даже, может быть, ты студент, если ты где-то подрабатываешь, зачем влезть в кредит или напрягать своих родителей и брать большие деньги, жениться, создавать свою семью, а потом после этого годами закрывать кредит? Я считаю, это неправильно. Нередкие случаи, когда после свадьбы в кредит молодожены разводятся и еще несколько лет платят банку за один вечер пафоса. Анастасия Новикова, Доран Абзиев, Абзал Турабеков, информбюро Шумкент.